Исчезло жизнь и состояние Исчезло жизнь и состояние В наши дни, когда научно-технический прогресс идет семимильными шагами, в мире остается все меньше неразгаданных тайн. Однако это никак не влияет на суеверность людей. Гороскоп используется как руководство к действию, а Мушельжас считается трудным годом независимо от политической и экономической обстановки в мире. Откуда берутся приметы и суеверия? Обратимся к энциклопедиям и словарям. Большой энциклопедический словарь этот вопрос умалчивают. На нет и суда нет. Большой толковый словарь под редакцией Ушакова за 2007 год дает такое определение. Примета – признак, предвещающий что-нибудь. Но откуда берется этот признак? Человек постоянно чувствует, что в мире все взаимосвязано и приходит к выявлению этих связей. Возникают стереотипы распознавания, что оформляется в виде народных примет. И появляется вера в какие-либо потусторонние силы и в то, что от этих сил можно найти защиту или достигнуть с ними приемлемого для человека компромисса. Эту веру Владимир Даль называл суетной и веру в приметы определил как суеверие. Невероятная устойчивость суеверий связана с тем, что случаи их подтверждения, которые рано или поздно происходят, просто в силу случайных совпадений прочно фиксируются. А факты ошибок, которых в действительности большинство, вытесняются из сознания. Приметы в основном – это языческие остатки языческих верований, которые были в разных народах. То есть приметы защищали людей от чего-то в свое время, от всяких там погодных явлений, от неприятностей. Одним из примеров можно отнести, например, сметание крошек со стола. Нельзя сметать крошки со стола рукой. Почему? Потому что в древние времена все столы были из дерева. И они плохо обрабатывались санитарно. Если человек сметал рукой, он мог занести занозу, соответственно, гангрену, можно было лишиться не только руки, но и умереть от заражения кровью. Поэтому, чтобы не объяснять людям такие вещи, люди просто сделали такое суеверие, что нельзя сметать рукой. Вот и все. Есть понятие суеверия, есть понятие приметы. Суеверие, здесь само слово, как бы словосочетание, вера в суе. То есть вера в пустое, то, что не может быть, и то, что, как бы, человек оправдывает свои какие-то неудачные вещи за счет чего-то, допустим. Сегодня у меня плохо весь день, ничего не ладится, наверное, потому что я не с той ноги встал. Это суеверие. Приметы. Приметы – это другое. Они основаны на глубоком знании природы, законов природы, обычаев. И появляются благодаря наблюдательности человека. То есть он оценивает поведение животных, оценивает, допустим, изменения погоды, оценивает изменения растений. И на этих изменениях делаются выводы о том, что может быть. И здесь, конечно же, прежде всего все связано, большая часть таких примет связана с погодой, с климатом. Если говорить о суевериях или о приметах, да, то если взять Древний Рим, возьмите любого, любой источник, хоть Плутарха, хоть Трансквилла, любое сражение, любое важное дело начиналось с гаданий. Гадания по внутренним животным, по внутренности животных. И часто не сбывалось, но тогда авторы писали, это значит, он неправильно истолковал или он неправильно увидел. То есть любое сражение начиналось обязательно с жертвоприношения, с какого-то изгадания. Это обязательно. Потом, если говорить просто сейчас о приметах, мы желаем ни пуха, ни пера перед экзаменами всегда. И не задумываемся, откуда это. А это от чисто охотничья. Ведь раньше охотники уходили, чтобы не спугнуть добычу. Ни пуха, ни пера желали. А теперь они, пуха, ни пера желают поохотиться за хорошей оценкой на экзамене. Несмотря на рассыпанную соль, ничего ужасного со мной пока не произошло. Хотя мы еще не все испробовали и не все узнали. Есть мнение, например, что люди в своих суевериях чем-то похожи вот на этих птиц. С точки зрения психологии, суеверие возникает в тот момент, когда человек устанавливает ложную связь между своими действиями и некоторым независимым от них событием, которое начинает считать следствием своих действий. Психолог-бехевиарист Берис Скиннер из Университета Индианы экспериментально смоделировал возникновение суеверного поведения еще в 1940 году и даже доказал, что суеверное поведение присуще не только людям, но и животным, опубликовав статью «Суеверные голуби». В своем эксперименте Скиннер сначала заставил голубей проголодаться, а затем поместил их в клетку, в которую каждые 15 секунд через желоб подавалась еда. Птицам надо было всего лишь ждать. Однако голуби создали различные ритуалы, которые, казалось, были связаны с появлением пищи. Одна из птиц поворачивалась против часовой стрелки, делая 2-3 оборота перед появлением еды. Другая все время тыкалась клювом в верхний угол клетки и так далее. Птицы каким-то образом отреагировали на появление пищи, а затем стремились свою реакцию повторить. Голуби, вероятно, догадывались о взаимозависимости процессов, но установили неверную причинно-следственную связь, то есть были суеверны. У нас появляется много общего с ними, когда нас вводят в заблуждение совпадения между событиями. Хороший пример – попытка повысить удачу при игре в карты. Всего несколько случайных совпадений между ритуалом и желаемым результатом создают и поддерживают соответствующее поведение, несмотря на множество неудач. Любые суеверия могут привести к трагическим последствиям, если они начинаются уже перерастать в фобии. Например, черная кошка перебежала дорогу, человек поплевал через злевое плечо и пошел. В принципе, здесь нет ничего страшного. Если он от этого отказался идти и остался дома или свернул из освещенной улицы в темный переулок, где его могут поджидать как раз больше опасности, чем на освещенной улице, вот это начинается проблема. И есть очень много надуманных примет, которые люди начинают исполнять тогда, когда у них происходит что-то неприятности. Например, запнулся, нужно обязательно постучать по дереву или три раза топнуть ногой. И постепенно это перерастает в такую фобию, что человек без этого уже не может. Это зависимость уже определенная психологическая. И человек это делает уже неосознанно, до такой степени, что он уже мешает и себе, и окружающим этим действиям. С точки зрения зоопсихологии, если мы программируем животное определенным образом, программы могут быть любые. То есть мы определенным образом его кормим. Вот в это время. Или при том, что мы начинаем кормить, до того, за секунду до того, как мы начинаем кормить, мы включаем свет. Или какую-то музыку, тональность определенную. Или показываем какую-то картинку. И у животного через некоторое время вырабатывается четкая связка. Причем в зависимости от того, насколько более развито животное в интеллектуальном плане. Ведь у нас есть иерархия интеллекта животных. И, допустим, млекопитающие более организованные, чем птицы. Интеллектуальные среди млекопитающие есть, более одаренные есть, менее одаренные. То есть более интеллектуальные виды. Допустим, насекомоядные, они менее интеллектуальные. Хищники более интеллектуальные. Человекообразные обезьяны, тоже дельфины. Так вот, чем более интеллектуально животное, тем быстрее у него наблюдается связка, рефлекс. С Солей ничего не получилось. Но вот идет женщина с пустым ведром. Эксперимент продолжается. Давайте постучим под дерево на всякий случай. Надеюсь, судьба будет к нам благосклонна. И мы узнаем историю и действия подобных примет. Мы часто видим разумных и серьезных людей, всерьез опасающихся черной кошки, перебежавшей дорогу. Они недолюбливают пятницу, число 13, есть ли разумные объяснения подобным суевериям. Давайте в этом разберемся. Одна из широко распространенных примет гласит, что нельзя передавать что-либо через порог. Все дело в том, что в древние времена прах предков хранился под порогом дома. Тревожить их, передавая что-либо через порог, считалось крайне опасным. Именно поэтому нельзя и сидеть на пороге, который до сих пор считается границей между двумя мирами. Безопасным домом и враждебным миром. Или того страшнее, миром живых и миром мертвых. Также считалось, что нельзя возвращаться с полдороги. Это суеверие тоже связано с порогом и именно с его функцией границы между мирами. Не достигнув цели, человек возвращается домой ослабленным. И именно на пороге границы его может ждать что угодно. От оскорбленных излишним беспокойством духов предков до сущностей, мечтающих просочиться в наш мир. Нельзя сразу выходить из дома, а нужно присесть на дорожку. Эта примета основана на давней вере людей в добрых и злых духов, управляющих миром. Считалось, что домашние духи цепляются к человеку, мешая ему в дороге и пытаясь вернуть обратно, а значит, хорошей дороги не будет. Присев перед долгой дорогой, духов можно обмануть. Они подумают, будто никто никуда не едет и потеряют бдительность. Конечно, не каждой примете можно найти разумное объяснение. Например, выносить мусор ночью не считалось правильным, потому что создавалось впечатление, что выкидывающему есть что скрывать. Выносить из дома нечто постыдное под покровом тьмы. Но вот откуда взялось суеверие, что после такого поступка в доме не будет денег, действительно непонятно. Если люди оставляют еду на столе на ночь или немытую посуду, то есть суеверие, что там заведутся бесы. Бесы, конечно, вряд ли заведутся, но если туда заползут грызуны, как правило, все раньше люди жили в частных домах, жили в избушках, там, в землянках. Обязательно было очень много всяких грызунов, насекомых и так далее. Они все разносчики различных заболеваний. В те времена, когда не было антибиотиков, это могло грозить целой эпидемией. Если там ночью заползет какая-то мышка в пищу и покушает ее, если человек утром ее съест, то может заболеть и, соответственно, заразить всех остальных. Мы каждый день что-то через левое плечо плюем. Зачем мы плюем через левое плечо? Чтобы попасть в чертов глаз. Вот. За левым плечом... Почему левая рука? Левая сторона это сторона лжи. Ложь всегда слева подходит. Или вот... Ну, я про славянское скажу. Частенько, когда что-то страшное такое, чур меня, чур меня, да? крестится, причем, говорят, чур меня. Но чур меня это чисто языческая вещь. Это пращур. Дело в том, что вот чурка, славяне вырезали домового пращура, и эта чурка стояла, должна была охранять дом от посторонней силы. Поэтому чурка безголосая, что что-то случается, а он ничего не делает. И чур меня вот вошло в христианство, в православие, когда бедный крестится, спасается, от нечистой силы просит не Господа Бога, а просто эту чурку безголосую вот эту вот пращура, вот, как видите, изменилось, но оно существует до сих пор. Большинство суеверий имеют глубокие исторические корни, относящиеся к древним религиозным верованиям. Более того, порой люди вообще не разделяют веру и суеверие. Временами родители приходят к священнику и просят крестить детей или же в случае ислама делают мальчикам обрезание, просто чтобы улучшить здоровье, поскольку ребенок болезненный или много кашляет. Иконы или четки в домах и машинах рассматриваются как амулеты на удачу. Конечно, такой подход далек от веры, но подобное восприятие вполне объяснимо. Для многих религия, причем любая, это просто свод правил, которые не обязательно понимать, но необходимо исполнять. При этом некоторые из этих правил чем-то оправданы по сей день, в то время, как другие давно стали пустыми суевериями. Сводом правил на все случаи жизни являлось и конфуцианство или школа образованных людей, регламентирующая, причем часто, без каких-либо пояснений буквально каждый шаг упорядочивая отношения правителей и подданных, определяя моральные качества, которыми должен обладать правитель и подчиненный и прочие. Примечательно, что хотя официально во времена правления Мао-Цзэдуна конфуцианство подверглось гонению, по сути, его стереотипы успешно использовались идеологами коммунистической партии. Конфуций мечтал о том, чтобы все люди были благородными, да, он говорил, есть благородные мужи, а есть просто черен, там, он расписал, кто это такие. И он мечтал, чтобы все люди были благородными, чтобы все люди, ну, как бы, спасали душу и так далее. Но для этого они должны вести себя соответствующим образом. И вот он, это не он разработал, он просто взял все эти древние церемонии, древние обряды, обычаи, и просто он их систематизировал. И вместе с конфуцианством это вошло в, и, кстати, и Китай, и Японию очень хорошо, в чайной церемонии, да, где каждое движение что-то значит. И в Китае расписано от зачатия ребенка, все было регламентировано, до похороны, исправления, так сказать, погребальных обрядов и последующих. Все, и этим обрядом следовали даже императоры. Например, если про интимную жизнь, то только определенное время можно было уделять на это. И даже император не имел права больше позволить себе побыть любимой женой или наложницей. Все это регламентировало. Я сделал все, чтобы испортить себе день. Но день чудесен. И, похоже, ничто не предвещает его испортить, кроме дождя. Посмотрим, что обещает нам прогноз погоды. Понятно. Но ведь кроме этого существуют приметы, опробированные веками. Наши предки были уверены, что если весной на северной стороне неба стоит стена туч, это к холодным ветрам. А как появится первый летний туман, пора за грибами. Про животных и птиц примет также несметное количество. Если журавль прилетит весной слишком рано, то весна будет затяжная. А если сядет на уже талую землю, крутая и скорая. Ласточки, летающие низко над водой, издавна предвещают дождь. Обусловлено ли это чем-то, кроме досужих домыслов? Или братья наши меньшие действительно способны предсказывать погоду? Поверие о хвостатых синоптиках ласточках связано с тем, что основной рацион этих птиц составляют летающие насекомые. Таким образом, высота охоты представителей семейства ласточкообразных связана с наличием насекомых на данной высоте. Перед дождем насекомые опускаются ниже к земле, а за ними и ласточки. Тем не менее, использовать ласточек как синоптиков не стоит. Не только приближающийся дождь, но и резкие перепады температуры и похолодание в сумеречные часы также приводят к опусканию насекомых ближе к земле. И мы точно также можем наблюдать, как виртуозно летают ласточки буквально в 20 сантиметрах от поверхности земли. В то же время молодые подрастающие особи при выходе из гнезд пробуют свои силы в вышине. Несмотря на погоду, их можно видеть высоко в небе во время легкого дожда. Поэтому, видя ласточек, проносящихся над землей, не торопитесь домой за зонтиком. Когда мы говорим о таких приметах, то, конечно же, было очень важно правильно распознать, допустим, поведение животных, оценить, связанное с изменением погоды. И не только изменения, допустим, мы прекрасно знаем по этим приметам, что даже наблюдая за стадиями прилета птиц, можно судить о приходе весны. Вот прилет ласточек, ракшаобразных, то есть иволга, удот, щурка, это в общем-то связано, как раз показывает, что весна наступила. В западном Казахстане, вот у казахов Рудодай, есть такая примета, что когда начинается массовое пение цикад летом, это насекомые, крупные насекомые, и вот когда массовое пение их начинается, то от этого дня надо отчитать 40 дней, это будут самые жаркие 40 дней лета. С народными приметами вроде бы разобрались, но в человеческих повериях существует глубокая вера в волшебную силу дат. Вот, например, вам знаком запрет на празднование 40-летнего юбилея. Подобная ошибка может стоить здоровье, а то и жизни человека. Предположительно, запрет на празднование 40-летия связан с тем, что еще в Киевской Руси было принято проверять умерших на нетленность. И в 17-м веке срок, по которому определялась нетленность мощей, был установлен в 40 дней. Однако 40 дней вообще особенная дата, которую чтут и христиане, и мусульмане. 40-дневные поминки обязательны, и младенцев принято никому из посторонних не показывать, не фотографировать, не стричь им волосы и ногти также именно 40 дней. Недобрыми числами испокон веков считались 13 и 666. Семерка обычно наоборот означала удачу, а вот к четверке отношения у разных народов неоднозначны. У казахов есть понятие, связанное с 12-летним циклом Мушель-Жас «трудный год». Даже ученый-математик Бифагор придавал числам мистический смысл. Именно ему приписывают нумерологическое предсказание судьбы человека по дате рождения. Вы знаете, что родившийся ребенка в течение 40 дней стараются никому не показывать. Вот цикл 40 дней, цикл 7 дней, цикл 9 дней. Вот он это вот осталось. Сложно сказать, почему нельзя, что душу могут украсть или еще что, но вот это до сих пор существует даже у самых образованных людей. Все равно стараются как бы все это оградить. Так же, как и уменьши человек, мы всегда справляем солнечные 9 дней, лунные 7 дней, 40 дней почему-то все справляют обязательно поминки. Вот это вот закрепил. То есть то, что касается двух самых важных позиций, они очень слабо меняются. Я хотела бы вам рассказать немножко про Пифагора. Это древнегреческий мистик, философ, математик. Он создал теорию Пифагора. Это квадрат. Он считал так, что в имени человека, вообще вся сущность человека зашифрована в его имени. И создался такой квадрат. Я очень люблю нумерологию, потому что в каждой цифре имеет свое значение. Просто берешь день рождения человека и составляешь квадрат. что интересно, очень часто люди спрашивают, откуда вы это взяли. Потому что цифра один, уже говорит, это число такое необыкновенное, говорит уже что-то, что человек трудоголик, характер его. То есть вот эти цифры влияют на характер человека. Вера в числа настолько сильна, что порой вызывает даже психические расстройства. Например, боязнь числа 13 называется триская дикофобия. Во время Первой мировой войны в составе русской армии вместо 13-й армии была создана особая армия. Пилоты, а это очень суеверные люди, никогда не полетят на борту номер 13. Именно поэтому самолетов с таким номером просто нет ни у одной авиакомпании. Также в самолетах отсутствует 13-й ряд после 12-го ряда идет сразу 14-й. В США никогда не было истребителя F-13. За F-12 сразу же последовал F-14. Более того, в некоторых зданиях этажи нумеруются так, чтобы не нервировать треска и дикофобов. После 12-го этажа может сразу следовать 14-й. А в здании могут существовать этажи 12-й А и 12-й Б. Или же 13-й этаж может называться как 12-й плюс 1. Иногда это также относится к номерам домов и помещений. В оперных театрах Италии отсутствуют места с этим номером. И практически на всех кораблях после 12-й каюты сразу идет 14-я. Также номер 13 не используется в автогонках. Бытовало суеверие, возможно, связанное с тайной вечерей, что если за одним столом соберутся 13 человек, то один из них умрет в течение года. Существовала даже профессия 14-го гостя, которого приглашали на встречу, чтобы избежать несчастливого числа. 13 число, которое часто так обращают внимание, вообще в западных странах даже не предлагают номера гостиниц с этим номером. Но обратная черная магия, она использует ее очень часто. Для них это символ их силы. Есть цифры еще 77 даже. Вы знаете, всегда есть такие заговоры, молитвы от 77 недугов. Мы сами создаем свою реальность. Окружающий нас мир это зеркало, в котором отражаются наши мысли, страхи и поступки. Поэтому любая примета может сбыться, если верить в нее всей душой. Но если вдруг вам перебежала дорога черная кошка, то знайте, она просто пошла по своим делам. А вы идите по своим. Редактор субтитров